Приветствую вас, уважаемые телезрители. В эфире «Здравствуйте, доктор» – программа о медицине, заболеваниях и врачах, которые эти болезни лечат. Сегодня вы увидите. Два в одном. В чём заключается особенность работы детского стоматолога? Детские стоматологи должны к профессиональным навыкам ещё быть психологи. Чистота – залог здоровья. Как обучить детей гигиене полости рта? Когда они чистят зубы под руководством специалиста-стоматолога, ежедневно, правильно. Нам необходимо с самого раннего возраста выявлять факторы риска заболеваний кариесом и болезнью периодонта. И здорово, и красиво. Чем ребёнку может помочь врач-ортодонт? Детская ортодонтия решает проблемы лечения зубочелюстных и профилактика зубочелюстных аномалий. О работе детского стоматолога мы говорим сегодня с гостью программы – Жугиной Людмилой Фёдоровны. Здравствуйте, Людмила Фёдоровна. Добрый день. Сегодня у нас разговор о очень необычной профессии. Ну, вообще детский врач – это нечто особенное, а детский стоматолог – это вообще из ряда вон, что называется. Вот какая мотивация существует у врача, чтобы стать не просто стоматологом, а детским стоматологом? Детская стоматология – это, наверное, особенная профессия. У нас нет случайных людей, потому что при лечении детей случайных людей не бывает. Что нужно иметь в душе – это терпение и любовь. А любовь к детям, она приходит не сразу. Ты должен поработать и посмотреть, насколько это тяжёлая, насколько это важная профессия. И вот если после этого всего к тебе придёт любовь, ты будешь детским стоматологом. А какими всё-таки чертами должен обладать врач-детский стоматолог? И что самое главное в его профессии? В отличие, наверное, от взрослых стоматологов, врач-детский стоматолог – он психолог. Потому что если взрослые стоматологи могут иметь отличные профессиональные навыки, и это очень хорошо, то детские стоматологи должны к профессиональным навыкам ещё быть психологи. Ты можешь обладать высокими профессиональными качествами, но если ты не нашёл подход доверия ребёнка, ты не сделаешь ничего. Субтитры создавал DimaTorzok А существуют ли какие-то особенности в работе детского стоматолога, помимо того, что ты должен найти контакт с пациентом? У детского стоматолога, конечно, особенности в работе есть, потому что если раньше мы начинали приём с оказания неотложной помощи, настолько много было больных детей, что просто поликлиника – это был приём по неотложной помощи. То теперь, когда ребёнок к нам приходит, мы не начинаем с неотложной помощи, мы начинаем с профилактической работы. С осмотра, с обучения, какие у тебя зубки, как ты их чистишь, а вот как эти монстры кариозные. Вот с этой сказкой идём всё дальше и дальше, ребёнок как-то он сразу растает, он видит, что ему тут не сразу бормашину в рот, не сразу ему начинаются какие-то манипуляции, и он как-то более доверительно всё идёт шаг за шагом к тебе. Здравствуйте! Мы пришли сюда весь сверху. Конечно, конечно. Присаживайся. Как тебя зовут? Маша. Очень приятно. Я Дарья Вячеславовна. Сколько тебе лет, рассказывай? Шесть. Шесть лет. Уже в школу ходишь? Какой класс? Первый. Первый класс. Мама, жалобы есть какие-нибудь у вас? За здоровье молочных зубов отвечают как врач-стоматолог, так и родители. Обязательно должна быть совместная работа. А начинается эта совместная работа с момента появления первых зубов у ребёнка. Этой работой назвать сложно. Всего-то раз в полгода приходить к стоматологу и, конечно, чистить зубы дома. Первую чистку зубов мы начинаем марлечкой. Чисто механически убираем зубной налёт. Потом включаем зубную щётку и пасту по возрасту. Чистим зубки родителей с родителями до шестилетнего возраста. То есть вначале родитель вычищает зубную щётку, зубную пасту зубы ребёнку. Потом контролируем, как ребёнок сам почистит зубки. А как часто ходите на профосмотры? Да, у меня полностью здоровье. Всё правильно. Молодцы. Приятно приходить к стоматологу и слышать из его профессиональных уст похвалу за хорошую гигиену полости рта. А ты мне покажешь, как правильно чистить зубки? Смотри, у нас есть модель специальная для чистки. Вот ты мне покажи, как ты чистишь. Полезно посетить стоматолога и тем, у кого с чисткой зубов всё складывается не так гладко. Открывай ротик. Регулярный осмотр доктора позволит вовремя выявить такую распространённую стоматологическую проблему, как ранний детский кариес. Открывай широко ротик. Во многом обусловлен он тем, что мы не начинаем своевременную чистку зубов. И зубной налёт, долгое время находясь на зубах, вызывает деминерализацию эмали, то есть выход кальция из эмали. Таким образом, если дальше мы не ухаживаем за зубами, происходит развитие кариозного процесса. Если кариес развился, зубки придётся лечить. А это дело требует особого подхода. Мы советуем родителям проводить беседу с ребёнком до прихода к врачу-стоматологу, чтобы он настроил ребёночка, что посветим солнышком, почистим щёточкой пасты. После этого мы уже в кабинете непосредственно проводим психоэмоциональную подготовку в виде беседы, в виде игры. Приучаем ребёнка к стоматологическому креслу, к работе наконечников. Зубки этой маленькой пациентки кариозные монстры пока не захватили. Но кое-что сделать для укрепления здоровья её зубов доктор всё-таки может. Машенька, почистим зубки щёточкой. У нас специальные щёточки есть с пасточкой. Почистим зубки, а потом покроем специальным лаком. Витаминка для зубов, чтобы зубки крепкие у нас были. Хорошо? Договорились? Хорошо. Мотивируем деток, как правильно чистить зубки. Покрываем зубки фторлаком, вычищаем налёт. Профессиональная чистка зубов – процесс небыстрый. Придётся потерпеть. Но не все детки так смиренно сидят в стоматологическом кресле. Детки раннего возраста. Для них это всё ново, первично. Они никогда не сталкивались с посещением врача-стоматолога. И, конечно, некоторые детки не боятся. Нормально абсолютно сидят в кресле. Есть детки, которые почему-то испугались. И приходится нам тогда уже объяснять, работать. Дальма Фёдоровна, тем не менее, несмотря на проводимую профилактическую работу, очень активную, всё равно так или иначе случаются же случаи заболеваний. Да, с которыми сталкивается детский стоматолог. Вот расскажите об этих состояниях. С чем чаще всего обращаются родители уже помимо профилактических мероприятий? Самое распространённое заболевание называется ранний детский кариес. Или ещё, как его называют, бутылочный кариес. От сладкого питания, которое кормят детей. И поэтому для нас очень большая проблема. Она осложняется ещё тем, что детки маленькие. Конечно, тяжело лечить этих детей. Они боятся. И вот с раннего детского возраста, когда начинаются эти проблемы, тут уже лечебного характера. Нам с детьми сложнее. Но, конечно, мы постараемся и стараемся немножечко изменить методы лечения. Если раньше считала, что дети лечат под крикоином, кричат их и лечат этих детей, то теперь, конечно, широко используется обезболивание. Нельзя ребёнка лечить, чтобы он кричал. Поэтому, конечно, мы стараемся детей лечить с обезболиванием. Конечно, есть разные моменты. Тяжело сделать. Дети боятся уколов. Взрослому объяснить легче. Мы тебя без боли, мы будем лечить. Ребёнку так не скажешь. Один вид уже, шприц у него возникает, естественно, такие трудности. Но потихонечку мы с этими проблемами всё-таки стараемся справиться. Потому что нельзя лечить, когда ребёнку больно. Напоминаю, сегодня с гостей программы Жугиной Людмилой Фёдоровной мы говорим о работе детского стоматолога. Действительно, очень серьёзное профилактическое направление реализовывалось у нас и в городе, и в республике. И вот в чём оно проявлялось? В 2009 году совместно с Комитетом по здравоохранению и образованию был создан пилотный проект Центр стоматологического здоровья школьников. Этот центр, он помогает внедрить вот эти коммунальные программы профилактики, первичной профилактики в детском возрасте. Дети в первых и вторых классах в школах чистят зубы под наблюдением учителей. Это очень важное мероприятие, потому что всё остальное делается только на чистые зубы. Все остальные профилактические мероприятия, покрытие лаком, герметизация, это должно быть на чистые зубы. И только тогда они имеют успех. Поэтому детишек мы в школах учим чистки зубов. С 2008 года, то есть пять лет, наша школа является площадкой пилотного проекта, который создан под эгидой Министерства здравоохранения, в Сотружестве комитетов по сохранению здоровья детей, комитета по образованию Мингрессполкома, который называется «Сохранение стоматологического здоровья школьников». Мы очень этому рады, потому что это действительно здоровая школа в действии. И участвуем мы в этом проекте все вместе. И наши специалисты, и наши педагоги, и наши родители, и дети. Как известно, в идеале чистить зубы нужно после каждого приема пищи. Утром – после завтрака, днем – после обеда, а вечером – после ужина. И для наших детей практика, когда они чистят зубы под руководством специалиста-стоматолога, ежедневно, правильно, грамотно, это для них отличная школа реального формирования здорового образа жизни. Этим ребятам повезло. У них есть возможность, находясь вне дома, почистить зубки после еды. А всем тем, у кого такой возможности нет, стоматологи дают совет. Зубы можно просто прополоскать. За стоматологическое здоровье этих детей можно быть спокойными. В стенах родной школы их не только обучат чистить зубы, но и с любовью осмотрят на предмет возможных проблем. В стоматологическом кабинете нашей школы ребята бывают еще в возрасте 2-3 лет. Их приводят мамы для профосмотра. И все первоклассники, а мы каждый год набираем порядка 110-120 учащихся, они включаются в этот процесс. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходи, присаживайся в креслице. Расскажи мне, как тебя зовут, в каком классе ты учишься? Виктор, класс 1-й А. 1-й А. В школе стоматологи, они занимаются тем, что они сначала выявляют стоматологические заболевания, то есть проводятся профосмотры. Если необходимо, то проводится лечение с согласием родителей. То есть родители уведомляются предварительно, они пишут свое согласие, и тогда осуществляется лечение здесь зубов. Расскажи мне, Вика, ты дома зубки чистишь? Угу. Чистишь. А сколько раз ты в день чистишь свои зубки? Два раза чистишь. Тебе кто-нибудь помогает из взрослых чистить зубки? Нет, сама? Нет. А ты чистишь зубки после того, как покушала или до того, как покушала? После. После еды кушаешь. То есть утром ты позавтракала и чистишь свои зубки. Да. И вечером ты покушала, и перед сном ты чистишь зубки. Угу. А потом ты кушаешь после того, как почистила зубки? Нет. Нет. Ясно. Хорошо. Здесь организована помощь детям. То есть это получается для родителей некоторое облегчение. Они, помимо того, что они здесь учатся, они могут пройти и профилактический осмотр, если необходимо лечение зубов, не обращаясь в поликлинику. Широко мне ротик открываем. Давай смотреть. Угу. Нам необходимо с самого раннего возраста выявлять факторы риска заболеваний кариесом и болезнью периодонта и устранить их вовремя, чтобы оно не развилось. Угу. Ой, какая красота. Зубки чистые, красивые. Мы выявляем, есть ли болезнь или нет. Мы определяем индекс гигиены. То есть мы определяем, насколько хорошо ребенок чистит свои зубы. Если у него чистка зубов получается, мы даем рекомендации по питанию и, возможно, по подбору индивидуальных средств и зубных щеток и паст. Возможно, применение ополаски телить кому-то необходимо, если есть заболевание десен. Если же плохая гигиена, значит, мы обучаем ребенка чистке зубов. Затем мы контролируем, как у него получается это, и ведем наблюдение, как это получается у него в течение года. Когда у тебя нет возможности зубной щеточки использовать, надо просто пополоскать ротик, чтобы вот эти остатки пищи, которые там остались, чтобы их выполоскать, и чтобы зубки были чистенькие до того, как ты в следующий раз почистишь зубки. Все, умничка. Вставай. Субтитры сделал DimaTorzok В этот центр приходят не только школьники, мы там лечим, но и приходят маленькие детки, которые пойдут в эту школу. И мы заинтересованы, чтобы дети уже в школу пришли здоровые, чтобы они научились чистить зубы и не боялись стоматолога. Поэтому родители с детских садов, рядом лежащих, приводят туда детей на профилактические осмотры. И вот эта школьная обстановка, она немножко успокаивает ребенка, что это не так страшно, что стоматологический кабинет находится в условиях школы. Это не поликлиника. И поэтому у нас там очень много детей приходит дошкольного возраста, самых-самых маленьких. И мы очень рады этому, ведь эти дети пойдут все равно в эту школу. И тем более, зная, что здесь есть стоматолог, и нужно чистить зубы, они уже готовятся к этому заранее. Ну, безусловно, потому что все-таки привитые эти навыки, они не исчезнут. Они уже сохранятся у ребенка вне зависимости от того, в какой среде он растет. Потому что он уже будет, наверное, все-таки требовать того, чтобы полость рта его должна быть чистой. Чистой. Напоминаю, сегодня с гостей программы Жугиной Людмилой Федоровой. Мы говорим о работе детского стоматолога. Не всегда мы останавливаемся на стадии кариеса, а процесс идет дальше. И, к сожалению, приходится зуб удалять. Бывают и такие случаи. Они нас очень печалят, потому что не хочется, чтобы у детей не было зубов. Но такой идет воспалительный процесс, который уже распространяется на зачаток постоянного зуба. И тут у нас нет выбора. Значит, нужно удалять зуб, чтобы все-таки постоянный зуб вырос здоровым. Вот если мы удаляем в раннем детском возрасте зубки, сейчас детки уже другие. Они говорят, они красивы, у меня зубов нету. Как я рот открываю, у меня зубов нету. Он уже не говорит, что я растой, поэтому они меняются. Он уже не говорит, что это некрасиво. Уже меняется у них отношение к своему виду. И поэтому сейчас еще широко используется временное протезирование. То есть, чтобы дети не ходили без зубов, им чем-то было жевать, делается временное протезирование. Если зуба нет, нужен ортопед. А вот если зубки вышли, так сказать, из ряда вон, тогда ребенку нужен ортодонт. Ортодонте решает проблемы лечения зубочелюстных и профилактика зубочелюстных аномалий. У малышей обычно это проблемы. Долго родители дают соски, кормление из бутылочек, протертая пища. То есть, поздно деток приучают кушать твердую пищу, потому что зубки у нас созданы для пережевывания. И поэтому у малышей уже даже в раннем возрасте начинают развиваться проблемы, которые в дальнейшем нарастают, как снежные комы. У детей более старшего возраста появляются свои поводы обратиться к врачу-ортодонту. Ребенок, который уже идет в школу, должен быть социально адаптирован. Сейчас дети очень много придают значения внешнему виду, улыбке, красивым зубам, эстетике. И помимо нарушения даже функций, то есть нарушение прикуса, это идет и нарушение функции речи даже. Осанка, особенно у детей в школьном возрасте, в раннем школьном возрасте тоже. Все связано. При нарушении осанки идет тоже нарушение прикуса. И подростков мы также лечим, потому что уже дети, которые идут в подростковом возрасте, они очень много уделяют внимания своему внешнему виду красивой улыбки. Родители раз в год должны посещать как минимум, а то и два раза в год на профилактический осмотр врача-стоматолога. Если врач на приеме выявляет какие-то проблемы, они рекомендуют посетить врача-ортодонта для консультации или для лечения. Естественно, когда уже нашим подросткам 14-15 лет, они обращают очень большое внимание на свой внешний вид. У них только есть две проблемы – ровные зубы и белые зубы. У них, как всегда, говорят «отбелите мне зубы» – это у них любимый вопрос. Но и второй вопрос, конечно, чтобы они были ровные и красивые. Вот этими проблемами занимается ортодонтическая служба. Методов лечения очень много. Эта служба тоже очень широко развивается. И есть такие уникальные методики, по которым раньше бы, казалось бы, ни за что бы этого дела не сделала, этот ряд не выпрямил. Но есть такие методы, которые позволяют всё-таки сделать подростку красивую ровную улыбку и белые зубы. Ну, это замечательно. Вот такой интересный специалист был сегодня в гостях у нашей программы. А в следующее воскресенье нас ждёт встреча с новой врачебной специальностью. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!